Очередная посылка не из Китая, а из стремного харьковского магазина, в котором я заказывал чехол на мотоцикл и дождевик, который якобы должен быть с рукавами, но на самом деле он безрукавный, плюс еще и грязный, бушный и порванный. Вот такой вот стремный магазин, так вот, когда вынесли мне эту коробочку, я тоже подофигел, я такое думаю не заказывал, здесь вот написано чехол дождевик на скутер, думаю, что за срань, еще и размер не тот, я заказывал размеры другие, но когда открыл эту коробочку, я слышу там что-то еще терепается, думаю, нифига себе, что за срань, здесь оказалась обувайка. Очиститель визоров из флемов, Матюль, М1, Хелмет Визорк Клинер, вот такая вот омывайка Матюль, и я думаю, фу, омывайкой нормально все, ну хотя не знаю, может они тут ее отполовинили, но коробочка вообще какая-то левая из чехла, так что шарашку очередной раз не рекомендую. Вот здесь у нас на чистителе написано, инструкции на каких языках есть, но тут поискал, на русском нет, оказывается, вот здесь вот есть такая вот шняшка, вот стрелочка, и вот так вот поддеваете, и вот инструкция нам на русском языке. Тут написано, что очищает все, не оставляет следы для всех типов шлемов и стекол защитных. Значит, написано, что надо распылить на внешнюю поверхность шлем, защитное стекло, оставить на несколько минут, а затем протереть в мягкой ворсисткой ткани. Но сейчас проверим на моих очках. Вот у меня есть очки мои, и на камеру ни хрена не видно, все блестит, но я попал под дождь в них, и здесь вот такие вот капельки от дождя у меня пооставались, вот я их хочу сейчас проверить, убрать, потому что если просто протереть, остаются разводы, то есть как бы еще хуже становится, поэтому я их не протирал. Ну и еще пару слов насчет этого вот омывайки. Взял ее за 280 басов, но потом по кукам мне высветилось, что вот смотри, такой вот товар есть, типа там не хочешь купить, я перешел, оказался магазин, в котором я брал шлем. Шлемы там, кстати, дороговатые, но омывайка это стоит 192 гривны. Вот так вот получается, почти что на 100 гривен я лоханулся с ценой, поэтому в очередной раз не советую покупать в этой шарашке, в которой я купил. И в магазине в том я еще обнаружил дезинфектор для шлема, то есть внутри там брызг, чтобы тебе не разводились там всякие бактерии. Тоже 192 гривны, я заказал, так что в будущем обзор на него будет. Ну и давайте же затестим. Итак, прыскаем. Обильно я так попрыскал. Ну и оставляем на несколько минут, как написано в инструкции. Ну что, пару минут прошло, давайте попробуем вытереть. Капельки, как вижу, так были, так и не остались, никуда не делись. Вот у меня есть высохшая салфетка влажная, и сейчас попробуем протереть. А, капельки я смотрю и с той стороны. Более надо с двух сторон капельки у нас. Что-то как-то обильно я смазал стекла. Очень много, наверное, брызнул. Меньше надо брызгать на такую поверхность, ну и на площадь. И я уже начал, блин, расстраиваться. То, что, думаю, что за хрень очиститель ни хрена не очищает. Разводы остаются. А, оказывается, вот такая вот шняга, то есть салфетка не подходит для протирания. Потому что она такая вот рыхлая, с волосинками. И волосинки эти оставляют разводы. Я что, я протер, а разводы остались. Думаю, нифига себе, вот это очиститель, чтобы разводов не было. Потом я взял футболкой, так вот протер. И когда без волосинок тканью протираешь, все отлично у нас. Смотрите, разводов нет, лязючки нет. Фух, нормально все. Ну, а теперь давайте проверим непосредственно на визере. Я когда ездил на регистрацию, один там нехороший человек обдал мне с лужи полностью, с ног до головы, при том, что я сидел на моцике, и выше меня еще полетела вода, и вот заляпал визор. Вот видите, вот на визоре капельки с грязью. Вот здесь, короче, визор мне хорошо обдал. Шлем-то я протер, а вот визор я не рискнул растирать грязь. Купил себе омывайку, и сейчас мы на визоре это все проверим. Кстати, эта штука не вонючая, пахнет моющим средством. Но в инструкции написано, что вовнутрь принимать нельзя. Но и глаза закапывать тоже, если такое получится, обращаться надо к врачу. Ну и ждем пару минут. Итак, пару минут прошло, начинаем протирать. Ну и вот я протер полностью, разводов как бы нет. В принципе, как бы омывайка оправдала свое название, что разводов не оставляет. С той стороны еще немножко надо почистить, потому что там пылючка собралась и внутри, не только наружи. Но я лючку я убрал без разводов. Отлично. 280 басов не зря потратил, можно сказать. Тесты омывайка прошла. Омывайка хорошая. На этом, в принципе, как бы все. Кто хочет содержать в чистоте свой шлем и визор на шлеме. Главное, визор я как бы не для шлема, чтобы очищать брал, а именно для визора. Хотя он и для шлема тоже можно полностью шлем чистить. Покупайте себе такой вот очиститель. И, ищите дело, он продается за 200 гривен. 280 это очень завышенная цена. Я же говорю, лоханулся я с ценой. Но мне не в первый раз. Это все время так у меня происходит. Поэтому как бы сильно я очень не расстроился. Кому понравилось видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. Субтитры сделал DimaTorzok